День в белорусской столице Программа третьего соревновательного дня чемпионата Европы открывала короткая программа танцевальных пар. В числе тех, кто стремился в произвольную, наш дуэт Юрий Гулицкий и Анна Кубликова. Это как раз они. Перед раскаткой не сказать, что на лицах ребят читалось легкое волнение. Куда правильнее будет сказать, они были сконцентрированы. День в белорусской столице Наставник белорусского дуэта Александр Жулин с трудом скрывал удовлетворение от проката пары. Ну ладно, не скрывал вовсе. Вскоре он уже рядом со своими учениками. Результаты сказали фактически все. Белорусы вышли в произвольную программу. Молодцы, ребята, молодцы. Спустя мгновение интервью в медиазоне для телеканала «Беларусь 5». Дальше уже для съемочной группы агентствователь новостей. Но на всякий случай необходимо проверить свой результат «Стоит до конца». На специальном экране, который установлен здесь же для журналистов. Юра и Аня уже точно понимают, необходимо идти и готовиться к завтрашней произвольной программе. Прокат действующей олимпийской чемпионки и чемпионки Европы Алины Загитовой произведет фурор, но не в триумфальном смысле. Ее тренер Этери Тутберидзе прекрасно понимает, из-за помарки золото может уйти к другой спортсменке. Пока Софья Самодурова выступает на льду, Загитова не спешит появляться перед журналистами. Под возглас репортеров после проката с Самодуровой Алина выйдет в Мигзону, но сделает это молча. Судя поставит Софью на первое место. Вскоре такая трогательная церемония награждения медалями. Для Самодуровой это фантастический результат. Для Загитовой серебро сродни поражению. Чемпионат Европы по фигурному катанию близился к своему завершению.